Слава нашему Господу! По милости Господне, как уже брат и напоминал, мы сегодня смогли прийти на сию место, и Господь нам дарует эту, ну, такую хорошую возможность побыть в общении друг с другом и с нашим Господом. Потому что Слово Божье говорит, если двое и трое собрались во имя Господне, Господь среди них. Знаете, и Господь сегодня пришел на сию место, чтобы мы не только имели общение друг с другом, это очень хорошо, но чтобы мы имели общение с нашим Господом, чтобы Господь сегодня имел беседу с тобой и со мной. Знаете, Бог сегодня приготовил пищу для каждого из нас. Он приготовил и ужин, и обед, и завтрак, все приготовил для нас. Только нужно нам быть готовыми, чтобы принять то, что Господь сегодня хочет для нас дать. Господь, Он очень любящий Бог, который сильно любит нас. Любит больше, чем мой разум это может вместить. Его любовь чрезмерна. Знаете, иногда вот смотрю сам на себя, и часто задаю себе вопрос, Господи, за что Ты меня любишь? Я вижу в себе много недостатков, вижу в себе много того, что мне самому не нравится, а Слово Божие говорит, что Он даже в ангелах видит недостатки. И задаю себе вопрос, Господи, за что Ты меня любишь? Но Господь говорит, я возлюбил Тебя любовью вечной. Это милость Господня сегодня от нас, потому что Он любит нас, не оставляет нас. И хоть мы, бывает, может быть, порою в чем-то не таковы пред нашим Господом, Он нас не оставляет, Он не покидает нас. Он милует нас, если мы идем к Нему, если обращаемся к Нему, Он простирает свое благоволение, свою милость каждому из нас. Поэтому будем благодарны нашему Господу, будем прославлять Его и величать за эту величайшую милость, что мы можем вот так свободно собираться, молиться вместе, петь вместе нашему Господу, слушать слова Господни, слушать то, что Господь сегодня приготовил для нас, и не только слышать, а принимать это, брать это для своей жизни. Ибо Господни руки, они полны благословения и сегодня для каждого из нас. Сегодня Господь приготовил, я думаю, нечто для каждой души. То ли через слово свое, то ли через пение, то ли еще в молитве нашей мы можем получать благословение от нашего Господа. У Него есть Слово сегодня для каждого из нас. Только чтобы наше сердце было готово, чтобы принимать то, что Господь предлагает сегодня для нас. А Господь предлагает сегодня мир души нашей. Предлагает покой души нашей. Предлагает радость души нашей. Предлагает свою силу, свое благословение для каждого из нас. Только нужно еще, повторяюсь, нам приготовиться для того, чтобы принимать то, что Господь хочет даровать для нас. Мы читаем Слово Божие, что когда идешь в дом Господний, приготовь сердце свое к слышанию, более к слышанию, нежели к жертвоприношению. И как важно, когда мы готовимся для того, чтобы услышать, что Господь сегодня хочет дать или сказать каждому из нас. Да поможет нам в этом Господь. И я буду читать Слово Божие, мы немножко порассуждаем, и будем молиться нашему Господу, будем прославлять Его за Его великую милость и любовь к каждому из нас. Я прочитаю Иванлию от Матфея, очень известное для нас. Слово с 25 главы, с 15 стишка. «И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел и употребил их, делал и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. А получивший же один талант, пошел и закупал его в землю и скрыл серебро Господина своего. По долгому времени приходит Господин Робовтих и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебе поставлю, войди в радость Господина твоего». Подошел так же и получивший два таланта и сказал, «Господин, в два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». И Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебе поставлю, войди в радость Господина твоего». «Подошел и получивший один талант, и сказал, Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». «Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и тот, что имеет». Вот такая история, которую мы очень все прекрасно знаем, слышали не один раз и читали не один раз. Очень хорошо известна для нас история, и мы часто, может быть, рассуждаем над этим, принимаем это в своей жизни. И я хотел бы сегодня наше внимание обратить на верность. Здесь Господин своим рабам говорит, когда тебе пришли, принесли ему прибыль, говорит, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Я хотел бы сегодня немножко порассуждать о нашей верности Господу, о верности в малом, о котором Слово Божие говорит, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Знаете, нам Слово Божие говорит, мы читаем, салмопевцы говорят, что «велика верность Твоя Господи». И Господь, Он верен. Он верен во всем, что... И написано еще, что Господь борьствует над Словом Своим, чтобы оно исполнилось, чтобы оно напрасно не приходило. Если Господь сказал, Он борьствует, Он следит за тем, чтобы Его Слово исполнилось. И здесь я хотел бы наше внимание обратить на верность нашу, в нашей жизни, Господом и друг перед другом, пред окружающими нам, какова у нас верность сегодня в нашей жизни. Знаете, мы, бывает, ищем чего-то, нам хочется такого чего-то большого сразу, хочется, ну, скажем, большим миссионером кому-то, может быть, хочется стать, кому-то хочется каким-то проповедником большим стать, еще кому-то, может, пророком большим, чудотворцем и тому подобным. И иногда человеку хочется сразу, ну, вот такого большого чего-то, чтобы сразу на его обратили внимание, чтобы считали с тем человеком, чтобы он был большой, хочется большого. Но Слово Божие говорит, что, если ты малым был верен, тогда тебя надо многим поставлю. И мы читаем в Слове Божьем, в Луке есть записано, Иисус говорит, «Если вы не были верны в богатстве неправедном, я своими словами так говорю, если вы неверны были в том, что здесь вокруг вас, кто доверит вам истинное? Кто даст вам то, что, и если вы были неверны не вашим, кто даст вам ваше?» Я так, может, немножко неправильно, я так своими словами говорю. И, знаете, и нам сегодня нужно обращать внимание, насколько мы верны в нашей жизни, в нашем быту, в наших каждодневных делах, в наших поступках. Насколько мы честны и верны не только пред Господом, а и друг перед другом. Насколько мы честно поступаем, верны ли мы во всем. Господь каждому из нас что-то дает. Кому-то доверил хороший бизнес, кому-то еще что-то дал. И насколько мы сегодня верны в этом неправедном, в этом малом, которое Господь для нас сегодня дает. Это вопрос для каждого из нас, чтобы нам позадуматься. Насколько мы сегодня верны нашему Господу. Знаете, Господь, Он наблюдает за каждым из нас не только, когда мы пришли на собрание. Не только, когда, скажем, я выхожу проповедовать. Не только, когда я где-то пою или когда я наведу в церкви и у всех. Господь наблюдает за мной очень внимательно, когда, возможно, меня никто не видит. Когда, возможно, я среди людей, которые я не знаю, которые меня не знают. Когда я на работе нахожусь, когда еще в другом, третьем месте Господь смотрит надо мною и наблюдает, верен ли я во всем моему Господу. Честен ли я везде и повсюду и правильно ли я поступаю. Исполняю ли ту миссию, которую Господь дал для меня. Знаете, мы часто просим у Господа, Господи, почему нету Твоих действий, почему нету такой силы Божьей. Вот наши родители рассказывают, может, кто старше с нас, мы встречали такую обильную благодать Божью, когда Дух Святой действовал обильно, когда были исцеления, когда были другие чудеса. Конечно, и в наше время это есть, но вот, к сожалению, среди нас этого мало или почти нету, можно сказать. Знаете, и Господь к нам обращается и говорит, а верен ли ты во всем? Верен ли ты сегодня предо мною во всем остальном? Я хочу сегодня, это мое желание, это, ну, мечта моя, чтобы Дух Святой сегодня действовал, чтобы благодать обильно была среди нас, чтобы дары Господни, они были в церкви и были в действии. Ну, знаете, я сегодня задаю себе вопрос, а верен ли я пред Господом во всем? Правильно ли я сегодня поступаю каждый день пред моим Господом, чтобы Господь что-то дал для кого-то? Слово Божие говорит, и Господь говорит, что я, говорит, ходил, искал по улицам Иерусалима, чтобы найти человека, который бы стал в пролом. И я, говорит, пощадил бы город, но не нашел. И сегодня нужны верны Господу. Не нужно искать чего-то большого, не нужно стремиться к чему-то большому, нужно иметь верность Господу в том, что мы имеем, в том, что нас окружает. И если Господь увидит в нас верность, я думаю, Он даст и что-то больше, чего мы, может быть, даже и не просим, может, чему мы даже не ищем. Господь, если уйдет верное сердце, Он возьмет свои руки и будет употреблять для своей славы, для церкви, для народа Божьего. Но нужна нам сегодня верность нашему Господу. Чтобы быть верным во многом, нужно сначала начать с маленького. Нужно начать с этого нас окружающего, со своей семьи, быть верным своей семье. Быть верным среди своих друзей, среди братьев, сестер, среди окружающих. Знаете, в Слове Божьем написано, когда прочитаю, то написано о Колоссянам, 4 главе. 5-6 стишок. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше добудет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Со внешними также Слово Божье говорит, обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Чтобы нам быть сегодня светом. Чтобы, как мы пели сегодня, чтобы твой свет, он был во мне. Нет, чтобы я светил для окружающих. Знаете, во всех наших поступках, чтобы мы были христианами. Чтобы нас могли увидеть и сказать, это человек особенный. Это человек святой. Это человек, который ходит пред Господом своим, и он есть какой-то не такой, как остальные. Знаете, это сегодня вопрос ко мне и каждому из нас. Верен ли я с моему Господу? Верен ли я Ему во всем? Хочу ли я быть верным моему Господу, чтобы Господь действовал среди нас? Знаете, если наша верность будет Господу во всем маленьком, в том, что, может быть, сегодня мы уже не обращаем внимания. Сегодня многие говорят, Господь не смотрит на внешность, на плоть, на то, что окружает. Он смотрит только на сердце. Да, аминь, Господь смотрит на сердце наше. И для Него очень важно сердце человеческое. Но пред Господом и тело наше. Он видит и тело наше, и все поступки наши, и все дела наши, все пред Ним открыто. Пред Ним написано, все обнажено, и даже помышления сердечные Ему известны. Он проникает до глубины души и духа. Он знает все о человеке. И Ему важность верность во всем. Во всем, что мы не делаем. Я еще прочитаю Римлянам. С двенадцатой главы. Шестого стишка возьму. Итак, по данной мне благодати, имеем различные дарования. То, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайся зла. Прилепляйся к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы. В молитвах постоянные. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странном приимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, не проклинайте. Радуйтесь с радующими и плачьте с плачущими. Будьте единомышленны между собой. Не высокомурствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавай злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя возлюбленные, но дайте месту гневу Божию. Ибо написано мне общение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делай сио, ты собираешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Знаете, вот это прочитал, это есть это малое, которое так часто мы не обращаем внимания. Мы сразу хотим чего-то большого. А вот всех этих постановлений Господних, которые Господь завещал для нас, мы часто хотим обойти стороной. Мы поступаем по себелюбию. Мы делаем то, что для нас выгодно, то, что для меня хорошо. То, чтобы мой дом устроялся, а остальные мне не так важны и тому подобное. У нас не хватает любви, у нас не хватает терпения, у нас не хватает, чтобы воздавать добром за зло. У нас этого не хватает, а мы хотим большого. А Господь сегодня говорит, если ты будешь верен в малом, над большим тебя поставлю и дам тебе много. Знаете, если мы сегодня будем верны нашему Господу в нашей жизни, во всех наших делах и поступках, если будем поступать так, как Слово Божие нас учит, не обходить как-то стороной, не искать каких-то других путей, легких путей, но поступать так, как Слово Божие говорит, Господь, я верю, дай мне, Он будет сегодня действовать среди нас. Будет Его благодать и сила изливаться на нас. Будут действия Господни, и Господь пошлет дары на Церковь свою. И мы будем, Вадим, и Духом Святым будем ходить в радости и тишении сердца нашего, потому что Господь с нами. Он любит нас сегодня, дай мне, но Он ждет от нас верности. Он ждет от нас верности во всем, не только в чем-то. Не только выбрать, там, скажем, кто-то выбрал себе косынку одевать и длинную юбку, и все это для него цель, и все остальное где-то на другом месте. Мы должны верны быть во всем. Мы должны во всех поступках и в всех наших делах быть верны нашему Господу, чтобы нам уподобиться человеку, о котором Бог сказал, что он верен во всем Доме Божьем. Это человек Божий Моисей. Он был верен во всем пред Господом, во всем он был верен. И Господь поставил его высоко. И сегодня Господь призывает нас, чтобы нам быть верными нашему Господу, чтобы нам вспомнить то, что мы обещали нашему Господу, что мы обещали служить Ему в чистой совести. Мы обещали ходить пред Ним и сохранить одежды белые, которые Он дал для нас. Знаете, давайте пересмотрим каждый себя. Каковы мои одежды сегодня пред Господом? Каково мое хождение сегодня пред Господом? Знаете, это сегодня обличение для меня самого. Это слово, которое звучит для меня, проверь свою жизнь. Будь честен пред Господом. Насколько я сегодня прав, и могу ли я сказать, Господи, я пред Тобою прав, благослови меня. Или у меня есть какие-то немножко вот такие, что и себе немножко, и хочется и духовным жить, но и хочется и по плоти тоже. Знаете, а Слово Божие нас говорит, что не можете служить двум господам. Это невозможно. Ибо об одном будете усердствовать, а о другом не родить. Так Слово Божие нас учит. Это да, аминь. И если мы будем и там чуть-чуть, и здесь хочется, знаете, у нас ничего не получится. Нам нужно избрать сегодня. И мы читаем в Слове Божьем, когда израильский народ переходил, уже должен был перейти Иордан, Моисей говорил им, говорит, изберите, изберите. Или Господу служить, или не служить. Изберите или жизнь, или смерть. И сегодня для нас выбор, друзья. Или быть верным и Господу во всем. А иначе, если, знаете, мы чуть-чуть верны, а чуть-чуть неверны, мы можем оказаться в числе этого последнего раба, о котором Господь сказал, лукавый и ленивый раб. Ты умалом не был неверный. Мы читаем также в Слове Божьем, где Господь, Христос говорит, что пришли к Нему и говорят, что мы именем Твоим чудеса творили, мы именем Твоим еще многое делали, проповедовали, воскрешали там, исцеляли и тому подобное. А Христос говорит, я никогда не звал вас, отойдите от Меня, делайте ли неправды. Это были люди, которых, возможно, Дух Святой и наполнял. Но они в чем-то оказались неверны пред Господом. И начало нравиться то, что в этом мире они начали бы делать неправды, поступать неправедно. И сегодня Господь хочет, чтобы мы были верны во всем. Есть Иисус Христос, есть кровь Иисуса Христа, который освобождает нас от всего, который очищает нас от всего. Но нужно прийти к Господу, покаяться и все оставить. Не обращаться больше к этому. Знаете, я вспоминаю, когда Господь меня призвал, когда даровал покаяние, в один момент я оставил все, я больше к этому не возвращался. То, что было во мне плохого, это стало для меня таким противным, я его больше не захотел. Потому что было, Господь это дал, Господь даровал это покаяние. Но нужно прийти к Господу. Нужно оставить и больше не возвращаться. Знаете, можно покаяться, на другое воскресенье опять выходишь и каешься. Знаете, это не полное покаяние. Покаяние, когда человек покаялся, сказал Господу, прости, и все, я больше к этому не возвращаюсь. Это не для меня, это грех, это то, что мне угодно. Посему, да поможет нам Господь сегодня обратиться и обратиться всем сердцем нашим Господу. Знаете, все согрешили, написано, и лишены славы Божьей. Все до единого. И мы не достойны всех милостей Господней. Но Господь все же хочет от нас верности во всем. Верности во всех наших делах. Верности во всех наших поступках, чтобы мы были верны нашему Господу. И Господь благословит нас. И знаете, если мы будем верны Господу во всем, что окружает нас, но не оставит нас Господь. Знаете, сегодня можно сказать, если в кого-то, скажем, бизнес, если я буду честно поступать, я останусь без ничего. Я не верю этому, друзья. Если Господь благословит, из ничего получается много. Если из одного получается много, и человек не знает, как и откуда, но приходит благословение. Приходит от Господа помощь. И Господь не оставляет, но только нужно быть верным нашему Господу. Только нужно быть угодным Господу во всем, чтобы нам поступать честно, справедливо, как я почитал в 12 главе Риблина. Если у вас будет возможность, прочитайте еще это дома, и будем брать это для себя, чтобы нам начинать с маленького, чтобы нам начинать не искать чего-то большого, ибо это никогда не придет, пока мы не начнем быть верными нашему Господу в самом малом. А тогда Господь благословит нас, если мы будем, как написано, раздаватель, раздавай с усердием, увещеватель, увещевай, и тому подобное, поешь липой от всего сердца, проповедуешь, проповедуя, как Слово Божье, и тому подобное. И тогда Господь будет брать нас в свой дел, будет наполнять силой Своей, и милость Его, она не оставит нас, и придут благословения Господня, придет сила Господня, и мы будем, как написано, что Церковь Господня, она грозна, как полки со знамена. Мы будем идти вперед и побеждать все. Да поможет нам в этом Господь, а Ему за все слава. Аминь. Будем молиться.